добрый день друзья интернет-магазин электронов сегодня вам расскажут о паяльной станции люки 868 давайте посмотрим что у нас есть в упаковке инструкция убираем эти элементы амортизирующие об этой коробочке мы еще скажем и начинаем сказать аккуратно саму станцию и все что есть здесь наличие убираем коробку и так что входит в комплект отдельный паяльник сейчас мы его разложим раскрутим и проверим теперь основное поскольку станция называется термо воздушная то чем она отличается скажем так паяльника которыми пользовались десятилетия это конечно наличием фена фен также у нас находится в упаковке сейчас мы раскроем итак лицевая панель включение фена включение паяльника регулировочные кнопочки для регулировки температуры воздушного потока температуры паяльника а также скорость движения воздушного потока давайте включим станцию чтобы не терять время сразу включаем сеть начнем с фена и так вот кнопка включения выключения включаем фен попробуем регулировать воздушный поток сразу обращаю внимание на двигатель эта станция с расположением двигателя или турбины по внутри фена а значит это позволило значительно сократить размеры корпуса поскольку здесь нет компрессора корпус кстати пластиковый но довольно прочный еще преимущество пластикового корпуса это легкий вес давайте я вам покажу элементарно держится одной рукой вес совсем небольшой давайте посмотрим что у нас происходит на экране установлена минимальная температура регулируем температуру температура регулируется дискретно в 1 градус что позволяет применять практически любые припои подстраиваясь в зависимости от того что вы появите как и какие у вас задачи давайте попробуем порегулировать только на самом максимальном потоке у нас слышен какой-то шум а так в принципе шума практически нет также плавная регулировка давайте опять поставим на минимум и теперь сейчас мы вам расскажем еще об одном важном моменте как я говорил что находится в этой коробке смотрите вот комплект насадок специальный винт ключ для крепления этих насадок то есть пожалуйста в зависимости от задач меняйте насадки здесь еще есть и несколько винтика для чего здесь нужны эти винтики винтики нужны для того что есть специальный держатель для фена который крепится обратите внимание на боковую стенку почему я сейчас два отверстия почему я сейчас об этом сказал когда держатель закреплен обратите внимание на экран давайте выставим начальное положение 100 градусов вот пусть у нас максимальный поток фен работает теперь обратите внимание на экран я установил на держатель на который после крепления будет на корпусе что происходит на экране температура быстро падает 60 градусов фен отключился рекомендуем когда вы отключаете фен независимо когда вы ложите сюда или выключаете полностью станцию выкручиваете пожалуйста на максимум чтобы фен во первых будет быстрее остывать во вторых чтобы не перегружать представьте если высокая температура нагрева и малая скорость потока зачем нагружать фен если есть возможность дать тем более благоприятный режим а теперь смотрите на экран я убираю фен автоматически включается даже можно не пользоваться кнопкой поработали положили подняли опять продолжается работать температура быстро выставилась теперь что произойдет если я включу кнопку таким вот образом без держателем смотрите тот же самый эффект кстати можно поставить любую скорость потока просто чем будет быстрее чем больше скорость потока тем быстрее он остынет и соответственно выключится как видите все легко и просто работе переходим по tenga что идет комплекте с франш quando как nope ком комплекте с баяльником идет держит и подставка для паяльника очень удобно вставляйте сюда а также специальная губка для очистки жало давайте отключим по Rubens вернувantes плен qui n nicest очень просто с помощью специального размера и разъема и вниз дам включаем сюда выключаем саяниках паяльник начинает быстро нагреваться видите растет температура нагревается жало жало кстати очень тонкое и острое что позволяет понять самые мельчайшие детали итак посмотрим что у нас происходит регулируем температуру также дискретно как в одну сторону так и в другую и теперь давайте посмотрим как работает совместно фен и паяль включаем фен увеличиваем температуру увеличиваем температуру паяльника регулируется скорость то есть вы видите мощности станции целиком полностью достаточно чтобы и паяльник и фен работали совместно устанавливаем температуру опять на минимум выключаем паяльник выключаем фен сейчас он нас будет постепенно охлаждаться желательно теорию поток ставить на максимум и так у нас 50 градусов фен отключился выключаем паяльник на этом наш сегодняшний обзор закончен люкей 868 мы считаем что это отличный выбор компактная удобная и функциональная легкое управление станции спасибо за внимание к нашему каналу подписывайтесь смотрите нас и до новых встреч до новых встреч